всем привет дорогие друзья с вами я айкера с канала star cat да как вы видите я заморочилась над освещением потому что сейчас 4 часа 1 по московскому времени у нас 6 вечера в казахстане и да и да с вами я айкера я за вами так соскучилась меня давно не видели да не будем затягивать с приветствием видео и так что же мы сегодня делаем вышло хотя бы более менее нормальное видео в общем сегодня мы с родителями заехали в очень-очень один классный магазинчик где я купила себе резинчики для плетения ну как вы знаете по моим прошлым видео из стара про что у меня есть огромная крупа с резиночками но минус том что они черно-белые поэтому я сейчас вот так в таком вот готическом наряде черно-белый поэтому потому что у меня только такие резинки есть и мне это все надоело такие вот черно-белые тона и я решила что я хочу себе приобрести нормальные резиночки и я сегодня это и сделала сегодня 5 13 нет сегодня 5 13 у всех выходить у меня он только вот он счастливый это прекрасный день просто прекрасный и как вы думаете почему же я снимаю да 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 потому что да 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 я так рада я безумно рада тем более у моей любимой сашей день рождения 14 октября воскресенье смогу ее поздравить выход ну и смогу нормально отдохнуть и снимать в Ладно, не в этом суть видео, мы что-то с вами заболтались. Приступаем к обзору резиночек! Итак, ребятки, что я вам первое покажу, это вот такой вот набор, он даже в кадр не влезает. Вот это такой вот достаточно большой набор для притяния из резиночек, тут есть инструкция. И что ж, это вот в такой вот форме. Руки он, наверное, мне было подобной. И открываем этот набор. Тут инструкции всякие, но я им не пользуюсь. И вот, посмотрите, тут резиночки. Это цветные резиночки, наконец-таки, да. Тут много разных цветов, но они тут все смешались. Тут только осталось сохранять красный, розовый, белый, желтый, синенький. Ну, тут вот все солянка из резиночек, тут крючочек еще остался. Ну, короче, смотрите, солянка из разноцветных резиночек. И наконец-таки у меня будут наряды у пэтов из нормальных резинок, в общем, да. Тут солянка просто реальная из резинок. Я могу нормально плести, хотя бы браслет. Вот, такие вот резиночки. Тут достаточно яркие тона, тут есть фиолетовые, всякие зеленые, синие, черные. Каких тут только нет, тут, короче, хоть плети из всех резинок браслеты. Да уж, ну, классный набор, он стоил где-то 100 рублей, по-вашему, ну, даже чуть меньше, 100 рублей. Тут не было ничего в наборе, ни всяких этих, как они, для плетения клипс, ни рогаток, тех, кому это интересно, кто интересуется плетением. Тут не было ничего в наборе, кроме этого крючка, но крючки у меня их каких-то хрена. Но у меня есть уже нормальный крючок большой из набора. Но просто так, для плетения всяких браслетов, наряды для пэтов очень даже годно. Мне нравится этот набор. Ну, и вот всякие инструкции, ну, думаю, ими никто не пользуется в основе. Тут написано DIY, и тут, типа, как блестить браслеты, вот такие вот. Да, тут пошаговая инструкция, но, ну, то я не пользуюсь, поэтому нахрен. Так он вот защелкивается, вот здесь вот. Оп. И вот такой вот он. И вот такой вот он по размеру классный. Далее, что я вам покажу, это вот такой вот классный чемоданчик с резиночками. Они тут уже не смешанные, а нормальные. Давайте мы его распакуем. Итак, в наборе шел вот такой вот чемоданчик для плетения из резиночек. А также в наборе шел такой же крючок, как мы видим, только уже другого цвета, но он мне не нравится. Ну что ж, давайте его откроем, только вот как его открыть, я вот уже не знаю. Ну-ка. Открывается он, оказывается, предельно просто. Нужно просто было снять крышечку, тут в серединке поприлипали, черные, белые поприлипали в серединке, короче. Итак, что же мы тут имеем? Это вот такой вот пакетик с клипсами. Тут, наверное, штук 5-10, не знаю. Всякие, вот еще одна клипса, всякие вот эти вот, как они, сердечко есть вот такое вот, типа, сделать браслетик. С ним всякие стразинки. Тут только две. Всякие вот такие вот стразинки. И одна клипса. Вот сколько тут резиночек есть. Тут черные, розовые, оранжевые, зеленые, такие вот, светло-розовые и белые. Вот такой вот, в принципе, тут состав. Ну, он стоил где-то рублей 50, чуть даже поменьше, чем 50 рублей. Ну, по мне, так этот набор очень даже классненький. Клипс, в принципе, тоже прикольный. Мне тут клипсы заканчиваются уже. В принципе, этот набор я буду использовать только для плетения, ну, для пэтов там, всяких бантиков и всяких таких шарфиков. И следующее, что мы купили, это вот такие вот обычные, ну, пакетики с резиночками. Тут идет крючок и рогатка, ну, и клипсы, естественно. Вот такие вот тут стандартные резиночки. Ну, вы можете сами разглядеть каких-то цветов, я не буду сейчас пакетик открывать. Просто вам покажу, что тут есть. Такие резинки тоже буду использовать для плетения либо браслетов, либо штучек, кстати, для пэтов. И вот вам, в пример, вот такая вот резиночка. Она шла в наборах и в пакетиках. Обыкновенная резинка, хорошо тянется, в принципе. Претензий никаких к ним нету, буду блести. Бантики, ошейники и шарфики. Вот такая тут рогатка идет в наборе, зелененькая, обыкновенная рогатка. И вот такой крючок зелененький. У меня это уже, наверное, крючок, наверное, десятый в коллекции такой вот обыкновенный. Второй такой пакетик аналогичный. Тут, наверное, тоже идет рогатка такая зелененькая. Аналогичный крючок и аналогичные резинки. Посмотрите, каких они цветов. Тут разные синие, белые, розовые, красные, черные наверняка еще есть всякие вот. Ну, вы увидите, да? Такие вот. Они по 10 рублей стоят. Также аналогичный пакетик, только тут рединок уже намного меньше. По-моему, тут рогатки в наборе не идет. Тут только крючок в наборе. А, нет, рогатка есть, я ее чувствую. Вот она вот, тоже вот есть рогатка. Зеленый, а ну, он аналогичный набор. Ну, думаю, рогатский крючок я не буду показывать, так как в этом нет смысла, тут все пакетики аналогичные. И четвертый пакетик, тут аналогичная ситуация. Также вот торчит рогатка. Вот хоть и она, вот она торчит, я ее чувствую. Такие же резинки, только их тут чуть-чуть меньше. Такие вот они. Кстати, кому интересно, что тут на упаковке, вот тут написано. Вот так вот. И сзади инструкция, как плести браслетики. Вот такая вот инструкция. Она тут, по-моему, на английском. Да, на английском. Такая вот инструкция. А вот мой старый набор. Извините, что на другой локации. Просто он на столе не поместился. На основной площадке. Вот тут вот такой вот набор. Он гигантский просто. Я вам его уже не раз показывала. Вот я вот здесь все эти ряды сплела. Вот тут у меня одна рогаточка тоже есть. У меня этих рогаточек уже, наверное, 4 штуки. И вот тут резинки. Тут тоже резинки я не сплела. Из них ничего. Вот. И снимаем второй ряд. Вот. И тут дальше у меня тут желтые резиночки. Я их берегу специально. Восьмерочкой. И вот станок. И вот, вы видите, у меня крючки. Вот такие вот большие. Они мне удобнее. С ними удобнее плести гораздо, чем с вот этими. Вот они у меня похожие идут. Видите? Ой, резинка. Уди. Вот они у меня похожие идут. Все однотипные крючки. У меня их очень много. Тут мои поделочки и всякие бусинки. А тут также порватые резинки. И тут. Тоже порванные. Ну, короче, вы поняли. Клипсы. Всякая, короче, хрень для плетения. И в коллекцию у меня пойдут, по-моему, уже только четыре рогатки. И четыре, даже пять крючков. Ну что ж, ребят, наверное, резинки из пакетиков у меня, наверное, пойдут в эту коробку. В другие я одел, чтобы мне было легче плести. А вон те резинки из больших наборов я так в этих наборах и оставлю. И да, ребятки, если вы хотите мастер-класс, как сделать юбочку для пайтов из резиночек, совсем легкую, или же хотите мастер-класс, как сделать какой-нибудь шарфик из резиночек, так как я умею плести достаточно сложные браслеты из резиночек, и не только, и шарфики для пайтов, обязательно пишите мне в комментариях, Ангелина сделает мастер-класс на юбку, и Ангелина сделает мастер-класс на шарфик. Ну, как шарфик плести, конечно, уже все знают, просто мне хочется сделать мастер-класс. Гы. Ну что ж, всем огромное спасибо за просмотр. Вот, действительно, спасибо за просмотр. Надеюсь, я когда-нибудь в этой жизни подниму актив на канале. Хотя бы такими видео, хотя я даже не знаю, какими видео поднимать актив на канале, но это не важно. И, кстати, ребята, одна новость. Сегодня в 10 часов по московскому времени вечера я проведу, возможно, у себя на канале трансляцию, как я это делала в... когда я делала это, либо в среду, либо во вторник, ну, вы помните, некоторые из вас помнят. И приходите, пожалуйста, на эту трансляцию, мы будем с вами угорать, плести из резиночек, как мы это делали с вами раньше, поэтому я уструю трансляцию, надеюсь, будет весело, так как у меня сегодня охрененный день, так как Руслан завтра не будет. Мы будем превратить трансляцию, по-моему, даже до 12, а то и до часу дня. Ой, до часу ночи. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока, всем удачи. Надеюсь, вам это видео понравилось, потому что оно мне понравилось. И всем пока-пока! Я вас люблю, люблю тех, кто смотрит мои видео, а таких только 200 человек, а то и даже и меньше. Жизнь в бой, пойдем скинуть с крыши. Ау! Всем пока, я вас безумно обожаю. Мои любимые неактивные подписчики. Пока, приходите на мою трансляцию, а я пойду плести из резиночек. О, господи, ну можно, пожалуй, уже и валить. О, капец. Да уж, таким образом вот я снимаю. Ну что, круто, да? Ага, очень даже круто. А тут лежат мои... Мои... Все, это всякая фигня. Да. Ой, тут даже резинка осталась. Это уже знак, это уже знак. Так, вот это уже знак. Я хотела, по-моему, ее в пример показать. Блин, ладно, потом это сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok